13.06 в городе, меня зовут Светлана Занько, и это программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня будет высказывать главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Коля, добрый день. Добрый день, Светлана. Кстати говоря, главный редактор, скажи, когда ваш сайт наконец заработает? Наш сайт вообще отработает, набери ты.дт.инфо и ты всё увидишь. Я не смогла, не смогла, но я сейчас в течение, может быть, если минуты получится. Попробую, попробую. Вполне такой симпатичный сайтик, он до конца ещё, конечно, не доделан, но уже вполне функциональный. Но он интерактивный, туда люди могут писать или нет? Нет, ну те, кто в социальных сетях зарегистрированы, конечно, могут. Всё как положено, чтобы ни что не отключать. Вчера что-то я не нашла. Хорошо. Давай начнём такой перекиномостик с дневного разворота по поводу медицинского форума, организованного Общероссийским народным фронтом. Ты уже, наверное, в курсе, что там засветилась в очередной раз Кировская область с вопросом президента. Это становится уже такой традицией, мне кажется. Я не знаю, распиарили ли чьи-то другие вопросы в своих регионах, или только мы так обратили на вопрос Елены Чесноковой, но тем не менее, она 4 минуты задавала вопрос президенту, а то 4 минуты ей отвечал. Основная претензия была на то, претензия такова, что у нас слишком много платных услуг и слишком мала доступность узких специалистов в государственных поликлиниках. Ты, наверное, видел, как это всё происходило. Я видел, да, безусловно, и читал потом всё. И Владимир Владимирович отдал распоряжение практически губернатору Кировского гостя Никите Белых с этим разобраться. Вот что и сейчас последует, как ты считаешь? Да, ничего особенного не последует. То есть, как всегда будет по конкретному случаю проведено такое, скажем, служебное расследование на основании... Кто пустил Чеснокову на форум? Да, никто не пустил Чеснокову на форум. Я думаю, что все были в курсе, как что. А по конкретному случаю, который она изложила, да, вот по её обстоятельствам будет правильная проверка, она получит ответ в страницах на пяти с кучей ссылок на возможные законы. Из этого ответа можно будет понять только одно, что ничего с ней вообще-то противозаконного не случилось. Что всё в нормах, всё в рамках допустимых требований, каких-то ещё нормативов, чего-то ещё в связи с тем, такая программа, такие цели и так далее. То есть мы таких бумаг читали много, в них можно утонуть, ничего не понять. Этим всё закончится. Потому что, во-первых, сам же Владимир Владимирович сказал, что оптимизацию мы будем продолжать. А раз мы будем продолжать, значит, те, кто производят в городе Кирове, значит, они правы, они на коне, и значит, им ничего за это не будет. Но они же не сами придумывают все эти параметры оптимизации? Он уже спускается, этот документ сверху, наверное? Я так полагаю, что без вот этого ефрейторского рвения здесь не обходится. Это обязательно. То есть если сказали, там, закрыть 10 больниц, закроют 15, за это похвалят. Скажут, вот проявили охотчивость и сэкономили ещё бюджетных денег, понимаешь? Ну а зачем тогда Владимир Владимирович вообще организовал это всё? Он же лидер, он наверняка, по его непосредственной просьбе. Ну, понимаешь, дело в том, что всегда надо держать руку на пульсе протестных настроений. То есть то, что по медицине ситуация аховая, это всем понятно, и даже вот то, что рассказывала у нас Чеснокова Елена, да, оно ведь никого не удивило. Все с этим сами сталкивались не раз и не только в этом году, и год назад, и два года назад, и три года назад. Это уже, понимаешь, вот это даже не новость. Вот если кто-то куда-то пришёл, его там не приняли, это уже не новость, уже журналисты это не едят, потому что это каждый раз происходит, каждый божий день. Если брать там тем более новости от кого-то из районов, то там, ну, то, что сказала Чеснокова, и просто очень повезло, ищут нехорошо обошлись, её не нахамили, там её не вытолкали в заши. Её пригласили сразу же на ток-шоу, на главный федеральный канал. То есть, понимаешь, как бы, ситуация на самом деле очень плоха в Кировской, тем более, и, кстати, опять же, из того же... Что значит «тем более»? Мы по рейтингу ОНФ относимся к числу 19 регионов с хорошим качеством медицинской помощи, как в Чечне, например. У нас было 20 регионов, у которых самая хреновая кардиологическая служба. А это главная причина смертей в Кировской области, и они растут у нас на 8%, уже выросло, и там было число смертей от сердечных судей и заболеваний. И это прямое следствие вот этой оптимизации, потому что людей, извини, довести до ближайшего сердечных судей центра за 80 километров не над чем. Во-первых, одна скорая на район. А во-вторых, по таким дорогам ты его скорее угробишь, чем довезёшь, сердечными метаболизмами. Поэтому Кировская область тут хвалится особо нечем, и ситуация у нас на самом деле очень плохая. И она не изменится. Она будет только ухудшаться, потому что и денег-то нет на это, понимаешь? Ну, получается, не настолько касается, а такая масштабная... Эта компания, она касается всех, но надо, смотри, вот сравнить, какие вещи. Да, вот у нас область, она велика по размерам, и у нас очень много населённых пунктов, которые находятся на расстоянии 80-100 километров от своего райцентра. Понимаешь, вот такого в других регионах нет, там гораздо всё плотнее и компактнее. И если там из села убирают, ну, отделение какое-то, там, не знаю, поликлинику или что-то ещё, то там есть хорошая ровная дорога, по которой, может, ехать трое-центры, там, условно, грязи 20 минут. У нас, если из села это убирают, то надо ехать 3 часа неизвестно на чём, а там ещё эти вечно мосты рушатся, всё что угодно у нас происходит. Дорог нет, дороги там осенью-весной не проезжие и так далее. То есть практически люди обречены на умирание. Поэтому у нас это всё усугубляется, у нас эта ситуация гораздо страшнее, на самом деле. Особенно, ещё раз говорю, да, считаешь, вот как это всё происходит. Причём это уже, на самом деле, перестало быть новостью. То есть такое ощущение, что вот как бы, ну, что опять одно и то же открываешь, там, опять там больница, опять что-то закрыли, опять врачи. И доступность специалистов, ну, это хорошо, да, сказать, мы будем биться с этим. Но их нет, их просто физически нет, этих специалистов. И их никаким калачом в районные больницы не заманишь, потому что там условий-то для жизни нет. Ну, вот ещё один вопрос. Вот только что в нашем обсуждении участвовал Андрей Очерняев, это главный врач Кировского клинико-диагностического центра. Он говорит, что пациенты не пользуются своими правами в отношении полиса ОМС. Просто не знают, что по нему предоставляется, какие лекарства предоставляются, и не пишут жалобы своим страховщикам, которые должны разбираться, собственно говоря, с медицинскими учреждениями. Вообще очень сложно. Потому что мало того, что пациент болеет, он ещё оказывается должен знать права и писать жалобы. Он вообще должен просто получить своё лекарство. Но что это, почему это должен, почему не надо знать свои права? Я имею в виду, что свои права ты можешь знать, либо не знать, но лекарство должно быть доступно, независимо от того, насколько ты умён и образован. Ты можешь не знать свои права. Ты не должен никому писать жалобы, ты должен получить лекарство, когда ты будешь. Понимаешь, чем я делаю? А вот это всё, писать жалобы, ходить по инстанциям, это, может быть, мы ещё можем, да? Пока мы ещё вот так неплохо выглядим, ходячие. Это далеко не всем доступно. И в частности, по физике, то есть чисто физически недоступно. Да и разбираться, извини, в наших правах, в наших законах. Там, наверное, очень много, пол-литра, чтобы надо понять, о чём там написано, в чём именно состоят твои права. Потому что ты понимаешь, что так, а тебе ещё и нет, у тебя такого права изменят. Ты неправильно понял? А скажи, пожалуйста, ещё такой вопрос звучал. Это в отношении частных клиник, которых становится всё больше и больше, и куда перебрасываются потоки пациентов, которые не могут дождаться своей очереди к узкому специалисту. Не первый раз задают этот вопрос. Также и главе Министерства здравоохранения Кировской области Елене Утёмовой задавали, нельзя ли ограничить количество частных клиник как-то, чтобы они не оттягивали на себя, не перетягивали одеяло. Она говорит, что нет такого права. А что с этим вообще делать? Для тебя очевидна ситуация, когда... Ситуация-то очевидна уже давно, причём... Человек не идёт жаловаться в страховую, не идёт жаловаться директором поликлиники, он просто... Он идёт в платную клинику, потому что ему не до того, чтобы там заниматься вот этим бумагами, жалобами, разборками, да. У него надо проблемы со здоровьем решать, они гораздо важнее. Это всё происходит довольно-таки давно, и происходит всё, извини, под покровительством местных властей. Вспомни всю эту систему с нашими платными медицинскими центрами, там с анализами, которые... Если бы просто ты приходишь в бесплатную поликлинику, тебе говорят, ты можешь сдать анализ только в платной поликлинике. Вот иди туда и плати там денежки. И прямо на рецепте течёт рекламка, значит, этого центрика, да. Это всё шло на коммерческих совершенно основаниях, и в этом были заинтересованы сами муниципальные власти. И это всё продолжается до сих пор. Мы вот это видим, да. А как закрывать платные поликлиники? Выгодно, потому что именно идёт оптимизация, и чтобы хоть как-то там люди не остались без медпомощи... Здесь эта выгода очень простая, это корыстный, это корыстный, абсолютно интерес. То есть медцентры за всё это, безусловно, платят. Потому что они получают клиентуру совершенно такую. Кому же они платят-то? Это тоже другой вопрос. Я не буду в прямом эфире... Да, а то не дай бог тебя ещё постигнет судьба блогера из Рудничной. Кстати, вот насчёт блогера из Рудничной. Да, хотела я... Да, хотела я... По этому поводу пора спросить. Сейчас я прямо открою, где у нас тут информация по блогеру. Да ты, наверное, сам сейчас расскажешь всё. Так полтора года дали человеку, который пишет в соцсетях, называется блогером, и был не сдержан в своих речах, как один юрист откомментировал, конкретно Ярослав Михайлов, неправильно сформулировал свои мысли, за что и получил. Александр Башлыков за запись в «Одноклассниках» получил полтора года колонию общего режима. Он ещё, кроме записи, там, естественно, производил некоторые действия, они очень правильные, да? Он сломал палец полицейскому и замахнулся стулом на сотрудника следственного отдела. Ну так всё-таки полторашечку-то дали за запись в «Одноклассниках» или за поведение в отношении полицейских? Ну, во-первых, ему дали по совокупности, и не совсем даже вот за этот случай, потому что у него эти дела давным-давно. С него он уже года, когда? В 2013 году, так вот первая прошла информация. Мужик, ведь он в чём? Он на самом деле не сдержанный, да? Он житель посёлка Рудничный, я видел его видео, лично мы с ним не пересекались. Он житель посёлка Рудничный, там происходит, например, собрание жителей, да? Там все свои, там, все говорят, как мужики с мужиками, то, что думают. И он говорит точно так же. Но присутствующий, при этом, глава района, которому не нравится то, что он говорит, вместо того, чтобы чисто по-мужски поговорить, да? Он говорит, не-не-не, парень, бегом в суд. Ты в публичном месте. Зачем чисто по-мужски, если есть закон? Вот. И вот именно на его вот этой вот нездержанности, а он человек открытый, честный, как правдоруб, скажем так, да? И он говорит то, что думает, и то, что думают люди, которые сидят вокруг него. Он пользуется достаточно большим уважением посёлка Рудничный, он присутствует на всех там этих... присутствовал, точнее, на всех вот этих сходах и так далее. Вот. И в 13-м году там два раза на него подавал в суд глава района, два раза по три тысячи, по-моему, если я ошибаюсь, не присуждали компенсировать моральный вред. Он называл главу района там главой организованной местной преступности, он там называл его, уж не помню как, он говорил, что он там приватизировал там Кирсинскую ТЭЦ и так далее. То есть он говорил то, что думают люди. Точно так же вышла история с этим, с финансовым центром там Капуста, по-моему, да? Он сказал, да, ребята, вот это вещи, за которые там уже где-то есть запись такая, что мы скоро все перевешиваемся из этого финансового центра, спасибо Башлыкову, что мы в живых остаёмся, мы не работаем с ним, да? Вот. Он говорит, он не может на таких условиях существовать, если его не крышуют. То есть ясно, что его там, но он не просто вместо того, чтобы там как-то обойти эту тему, он сказал прямо, им руководят, такое-то, такое-то, такое-то и такое. Он опять же сказал то, что говорят люди на улице, но просто он сделал это не в нужном месте, а тем более ещё разместил в социальной сети. То есть по большому счёту он не виноват ни в чём, он просто немножко перепутал место и время. То, что мы слышали от него, то говорят все на своих кухнях каждый день. Ну, держат при себе. Поэтому как бы вот здесь такая очень обидная вещь, и все эти вещи, когда он печатает про тот же микрофинансовый центр, и к нему приходят с обыском. Вообще, извини, какой обыск, о чём речь? Зачем? А вот это то, что так с ним поступили, и как это всё производилось, вот приходы с обыском и так далее, это разве не подтверждает, что он прав? Ты знаешь, это косвенно подтверждает, что он наступил на больное место. Потому что если бы это было неправда, то, понимаешь, не стоило бы вот это всех вот этих провокаций, с выведением человека из себя, с какими-то вот этими вещами и прочими. А его довольно легко было справиться? Да, он человек в этом плане, ну видно, что он такой впечатлительный, отзывчивый, быстро реагирующий, и сначала говорящий, потом немножко дубнующий. Ну и никак он не попытался избежать этого наказания, отмазаться, ставить справку и так далее. А он, понимаешь, он бы, может быть, и рад бы какой-нибудь адвокат хорошего там вытащить ещё что-нибудь, но у него, во-первых, на это ни денег нет, ни, собственно говоря, ни адвоката там вокруг столько нет, ничего там такого нет. Он там оказался в достаточно раздепленном окружении, тем более он стоил против себя и правоохранителей, и прокуратуру, и районная власть, и районный бизнес. А население здесь поддержать никак не может. А там, извини, в посёлке Рудичник очень кого поддерживает. Очень бедная сейчас мысль. Это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги товара», кстати, об адвокатах. Крупное дело, за которым следили, наверное, абсолютно все жители, как минимум Кирова, а вообще Кировской области, это заседание суда 8 сентября по делу Жумского СВЗ, где, кстати, адвокат подсудимых сказал, что сегодня у меня будет самое короткое в моей практике выступление в прене, самое смешное, и попросил полностью оправдать. Самое интересное, что то же самое практически слово в слово сказал представитель прокуратуры, что это будет самое короткое выступление, в итоге вылившееся в 13 минут, и тоже гособвинитель, можно сказать, дал самоотвод, гособвинение дало полностью. Нет, ну, если не просто перебью, 13 минут для гособвинения, это немного, они могут часами читать, так что здесь на самом деле прокуратка. Да, полностью. Оправдать по всем статьям. Скажи, пожалуйста, откуда вдруг такой переворот взялся? Почему? Ещё весной страшные события, за которыми все следили, когда ожидали, что как раз из зала сюда отпустят всех, наоборот забрали. И тут прошло несколько месяцев, и ситуация диаметрально противоположная. Такое ощущение, что кто-то там, знаешь, сидит и пишет, и думает, где поставить запятую, да? Казнить нельзя помиловать или казнить нельзя помиловать. Что это? Ну, здесь можно сделать только один вывод. Вот в нашем этом конкретном суде, на самом деле, ничего не решалось. Потому что всё время откуда-то сверху то ли ниточку дёргали, то ли телефон снимали, то ли что-то. И происходили вот эти события совершенно необъяснимые. Потому что это хорошо, да, вот там, сейчас вот, да, ну это тоже абсолютно, например, что-то вот, это ещё надо осмыслить и понять, как это вообще может быть, когда обвинение занимает такую позицию. Во-вторых, вот мы ещё... Напомню, дело о хищении госпакета акций жёсткого. Мы же об этом уже говорим, наверное, года два, да, с разных точек зрения. Я не знаю, сколько уже тут прозвучало этих мнений и позиций, и версий. Но всякий раз вот очередное такое неожиданное решение суда все версии опровергают, потому что ни под одну из них не подходит. Потому что вот как ни считай, для чего это дело не было заведено, там, для этого, для этого, для этого, для этого, оно не так должно было заканчиваться, да. Там, если там областной суд отправил дело на пересмотр с целью, всё-таки, перехода к обвинительному такому, как бы, приговору, да, то тогда почему на суде так и не появился главный свидетель этого дела, то есть именно господин Арзамасов, я имею в виду, да, а тут ещё, оказывается, они и смерти над найти не смогли, там, который когда-то там что-то сказал про ущерб области. То есть никакого рвения это не было насчёт такого, чтобы пересмотреть на самом деле, да, то есть по лечению лиц. А опять же я уже много раз говорил, что без участия Арзамасова, то есть который, собственно, департамент госсобственности возглавлял в то время. Кировской области. Кировской области, да, был директором. Соответственно, ни о каком сговоре бы и нет речи, потому что не может быть сговор с одной стороны. Сговор бывает с двух сторон. А вот как бы вот сам с собой, можно сговаривать сколько хочешь, это не подсудное дело. А раз этой стороны нет, то о чём вообще идёт речь? Я вот так-то вот, когда делают правильный пересмотр, я сказал, сразу будет видно, если Арзамасову не привезут, как я уже сказал, в кандалах, да, процитировал там, 18-минусный, там, в кандалах с сотрудными знаками различия, вот. То, значит, это дело будет формально пересматриваться. Ну, в принципе, его не привезли. Но даже с этой точки зрения, да, я всё равно полагал, что там найдут какую-то вот маленькую штучку, и там, ну как, опять же говоря, Антоний Законс, появят там месяца по три каждому, чтобы хотя бы вот оправдать их нахождение в предварительном заключении, да, то есть когда они были, находили заключение там во время следствия. Потому что иначе они сейчас предъявят офигенные иски. Они, я напомнила, Березин, Касулина, Бурков, Девятьярова и Попова. Пять человек там, да. Да. Подсудимые. Вот. Они довольно-таки долго находились в СИЗО. И так как их сейчас оправдали с правом реабилитации, то им это всё должны компенсировать. Это очень значительная сумма. Но ещё решение суда не объявлено. Оно будет объявлено с 5 месяцев, а 19 сентября. Извини, это было... А вдруг снова звонок сверху. Да, но если теперь, когда... Хотя у нас такие случаи были, когда суд дало больше, чем просил прокурор. Так. Бывало и такое, ведь судья снова принимает решение на основании мнений сторон. То есть ещё не факт, что их отпустят в зале суда. Вот. И то есть судья, понимая, в чём дело, мы сейчас не можем ничего предсказать по этому делу. Мы уже видели здесь все чудеса, какие могут быть. То есть когда людей оправданных там берут под стражу в апелляционной инстанции, я не помню на своих памятных таких вещей, да, там что-то ещё, там, держит, что... Я просто... Здесь вот такая ситуация, что... А вдруг? Вдруг вот мы все там ждём 11-го числа, да, а судья обстанет, улыбнётся, начнёт читать и всем впаяет. Всё-таки причина какова? Вот как мы задумывались весной, какова причина того решения, когда, да, взяли суда, снова взяли там, да, под стражу и увели. И сейчас? Ну, если исходить из того, что на самом-то деле всё решается, не взяли суда, а в каких-то там переговорах, договорах вокруг, на каком-то уровне, да, в зависимости от того, что именно является движущей силой этого дела. То есть там разные версии. Ты прекрасно знаешь, что есть версия, что это связано с магазинами «Глобус», которая якобы хочет приобрести, одна из московских реквизоров, вполне возможно, что она больше не хочет приобрести. Ну, мне кажется, это уже такая заезженная. Ну, понятно всё. Второй вариант такой, что они, может, всё-таки договорились, она их приобретёт. Договорились, сошлись в цене. И дело стало ненужным, зачем сажать человека, с которым можно просто по рукам угодить. То есть в зависимости от того, что мы имеем вот как первоначальную причину, а мы её не знаем и знать не можем, потому что это всё так далеко от нас, на таких этажах, что трудно очень. А как ты думаешь, в случае, если их освободят в зале суда, Олег Березин вернётся к руководству своей компании «Системы Глобуса»? Я тут ничего сказать не могу. Это его решение. Он, по-моему, и не уходил из этого руководства. То есть всё равно, это он же не был там изолирован полностью от жизни. А во-вторых, насколько я помню, у него и сын неплохо справляется с этим делом. Так что он может просто заняться чем более приятным благотворительностью, например, там памятник у него поставить в городе. А то Крепостнов поставил оберезничный. Ну а в целом-то ты доволен ходом событий? Ты лично? Я лично ходом событий недоволен, потому что я его не понимаю. Вот в чём дело. Это очень непонятно всё. На самом деле, я считаю, что вот как первое решение, когда прошло, да, их признали там невиновными, освободили, и на этом надо было, конечно, ставить точку. Да, потому что, ну, это всё равно уже была фикция, а не суд, потому что там не было второй стороны сговора. Без них нельзя признать виновными. То есть ясно было, что вот без Арзамасова там никакого дела просто нет. И надо было заканчивать его. Вот этот второй круг, который создал какие-то иллюзии, да, что вдруг сейчас что-то произойдёт, по-другому как-то пойдёт, вдруг какие-то бумаги спутят или что-то ещё, он вообще показался каким-то таким лишним, он тут всё запутал. Я на самом деле вот искренне рад, точнее я ещё не могу сказать, что рад, я боюсь, что этого не случится, но, точнее, надеюсь, что этого не случится, что людей оправдают, отпустят, это дело закроют, мы перестанем смешить народ. На самом деле мы очень, по-моему, сильно смешим всю, так сказать, юридическую общественность. Ну, если может, и хихикают, а вообще-то смешно. Они также точно недоумевают, как и мы, потому что это очень сложно объяснить, и это бросает тень вообще на нашу систему судебную, да, потому что... Это возникает много недоверия. Одной тени больше, одной меньше. Здесь большая тень, потому что фамилии, такие известные люди, не последние, вот, такие депутаты ЗС, депутат Гордумы, владея с крупнейшей компанией здесь, и вообще люди, так сказать, с именами. А слушай, а они подадут, как ты думаешь, они же, если будут освобождаться, как ты уже упомянул, то с правом... С правом реабилитации, то есть они, в принципе, опять же, должны это сделать, потому что... И что они смогут поиметь с этого? Там суммы достаточно значительные обычно выплачиваются в качестве компенсации. По реабилитации? То есть я не могу сказать порядок сумм, потому что все меняется. Или плюнут просто, освободили. Я бы, честно говоря, понимаешь, вот когда у тебя оборудят два года из жизни, я бы не стал плевать. Потому что ни с того, ни с сего, там, будучи невиновным, а тут получается... Да ладно, вот тебя освободили и будь счастлив уже, в конце концов. Ну, я не знаю счастья лет. Все-таки два того завучивания. Я так что думаю, что, скорее всего, они должны будут подать. Это нормальная процедура, в ней ничего предусмотрительного нет. Следующая тема, она тоже так или иначе связана с прокуратурой. Прокуратура опротестовывала договор, который был заключен между представителями администрации города Кирова, центрального рынка и компанией БСП Инвест Плюс, которая собиралась строить на месте нашего центрального рынка некие объекты. Договор реконструкции центрального рынка признан недействительным. Наш сайт, цитирую, такое решение принял арбитражный суд Кировской области, недействительным признан открытый конкурс на выбор инвестора, проведенный на основании постановления администрации Кирова 30 декабря 2014 года. Решение будет обжаловано, уже об этом заявила администрация городская и, я так понимаю, и руководство центрального рынка и компанией БСП Инвест Плюс, они не согласны, да? А тебе нравится, что такое решение арбитражный суд принял? И на что рассчитывает в таком случае администрация, которая с этим не согласна? Здесь, во-первых, не только прокуратура, здесь еще и наше управление Федеральной антимонопольной службы очень хорошо руку приложила и, собственно, они выявили нарушение при проведении этого конкурса. Сейчас я не вспомню всю эту формулировку, но суть заключается в том, что вот этот договор, который был заключен, он состоит из нескольких, как бы, оговаривает некоторые разные действия, три варианта действий, и все эти три варианта действий, по ним должны проводиться отдельные конкурсы с разными условиями. Здесь этого не было проведено. Поэтому здесь нарушение закона налегчила. То есть этот конкурс будет признан недействительным в любой инстанции дальше, уже это дело пойдет. И городской администрации останется только объявлять новый, но проводить его уже по всем правилам. Но опять же беда в чем, что если вот этот вот конкурс расчленить, вот эту вот общую задачу, на условно говоря, три части, то не факт, что подольская компания БСП, вот эта самая, она в этом конкурсе победит по всем трем позициям. А я так понимаю, что здесь самое главное, чтобы пришла именно компания, вот эта вот из Подольска, потому что под нее все изотачивалась. Она и создана-то была в январе этого года. Ну не совсем она была создана, а подразделение, так сказать. Ну вот это вот подразделение, оно зарегистрировано в январе 2015 года. Насколько помню, с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. БСП существует? А вот. Большая. Так что здесь вопрос, он с одной стороны формальный, но с другой стороны дело вот, что ведь это все шло в плане вот этого попытки передачи рынка, мы уже об этом говорили, условно говоря, из-под присмотра местных околокриминальных структур, мягко скажем. Пришлых. Из-под присмотра пришлых. Ну как вот у нас, помнишь, был у нас такой здесь генерал. Какой? Солодовников его была фамилия. Он сейчас в Самару уехал. Какое несчастье. Руководитель ОМВД. Да, да, да. Про которого разные всякие слухи ходили, в том числе я его очень близко на знакомстве с рядом очень уважаемых в городе подольских людей. Авторитетных даже, я бы сказал, очень людей. И вот при нем стала у нас очень так меняться вот наша структура контроля за криминальными точками, в том числе по рынку. Ну теперь-то ведь он уехал уже. Так в том-то и дело, что он теперь уехал, и никто подольской фирме это не поможет. Так ей, может быть, и самой уже не нужны. Рынок, он всегда нужен. Да? Рынок это камушка. А что у нас нет своих, что ли? Страшная камушка. Свои есть, но свои-то сейчас, понимаешь, там... Так ведь Сергей с ладовников далеко. Бывший директор рынка до января у нас пока недоступен. Это ты сейчас говоришь. Да, Сергей Евгеньевич Лузянин. Да, и я не удивлюсь, если он выйдет по завершении срока и тут опять какой-нибудь милиционер не упадет, четыре рва не сломает, я не удивлюсь. Уже свет так клином не сошелся? Ну как тебе сказать? Я полагаю, что если он вернется, то это будет очень многим неприятностей. Сейчас мы должны прерваться на короткую рекламу и продолжим через две минуты. Хорошо. Продолжается программа «Особое мнение» и свое особое мнение сегодня высказывает Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги товара». Так вот мы на чем ушли на рекламу. Ты сказал, сейчас будет интересная такая ситуация. С одной стороны, Сергей Сладовников далеко, которого некоторые связывают с подольской компанией ВСП Инвест Плюс. Ну он никого не скрывает, что у него там много друзей. Его не связывают с компанией, его связывают с городом. С городом Подольском, откуда компания ВСП Инвест Плюс, хотевшая реконструировать и до сих пор изъявляющая желание реконструировать наш центральный рынок и теперь уже сложности с этим у компаний. С другой стороны, Сергей Лузянин, бывший директор центрального рынка, вроде бы где-то там недалеко уже может и выйти. Он-то как раз на подходе, да. То есть один отъехал, другой на подходе. Один Сергей уехал, другой Сергей на подходе. Да, да. И вот тут вопрос, то есть что будет делать городская администрация со всей этой кашей, которая заварилась? И здесь дело в том, что городская администрация почему сейчас и недовольна, потому что она теряет время. Но вот проведение всех этих процедур, а придется их проводить как положено, сначала надо еще по судам там пройтись, да, попробовать там. Это уйдет много времени. И как раз я боюсь, что уже прежние владельцы, скажем так, как муниципального унитарного предприятия, центральный рынок, они уже будут все свободные на подходе, да. И начнется такая штука, что возможно и не будет уже подольская фирма победителем этого конкурса, а возможно и вообще этот конкурс проводиться не будет. Потому что ведь смотри, вот пока директором был Узянин, рынок приводился в соответствие с действующим законом рынка. То есть там строились капитальные строения, прочее, прочее, но именно продолжалось как бы рынок, именно рынок. Здесь тема такая, все снести и поставить торговый центр. То есть как бы рынок как таковой вообще будет отсутствовать. Ну почему? А вот это маленькое помещение, в рамках которого будет все, что нужно населению города. Дело в том, что все равно меняется формат полностью, да, вот этого. И естественно, что представители, скажем, местных структур, они очень недоволен такой сменой формата, потому что это сразу меняет всю систему денежных потоков. Одно дело, когда на рынке частные торговцы, которых ты защищаешь и которых ты контролируешь. Другое дело, когда там сидит какой-то дядька, большой владелец этого здания, и который тебя там внутренне пускает и тоже имеет свою охрану. Поэтому я боюсь, что вот эта история может закончиться тем, что никакого торгового центра на площади рынка не возникнет. А рынок будет продолжаться, продолжаться его реконструкция в рамках именно сохранения центрального рынка в центре города Керам. И, кстати, это неплохо, потому что рынок может. Закрыть рынок целиком нельзя, потому что это говорит о том, что все, что было на рынке, все уйдет куда-то вообще в полный левак. Что значит в полный левак? Ну, возникнут какие-то стихийные рыночки, какие-то места обмена товарами, какие-то продажи места. Ну, как даже в советское время барахолка была, да, когда вроде бы нельзя, а она сама была. Вот. То есть, как бы вот, это все пойдет уже в полную тень. А что теперь, бедная администрация-то делать? Администрация? Непонятно, кто сейчас будет влиять на процессе. Им сейчас тоже пока непонятно, но пока что-нибудь, пока они попробуют оспорить. Может быть, они попробуют оспорить и на уровне апелляции, и там найдут какие-то серьезные аргументы, чтобы довольно-таки быстро это решение отменить. Но опять же, тогда и прокуратура с ФАСом, они в следующий этап подадут. Тоже не лыкамшит. Да, не лыкамшит, и у них позиция справедливая. Вот. Я не знаю. Я не знаю сейчас, но я вот не вижу ничего другого пока, кроме как попытаться это решение оспорить и молиться Богу, что еще не могу делать. Голикова, главного редактора журнала «Товарь и Гитова». Ну вот не могу, конечно, пройти мимо вот этого сюжета. Как с тобой-то не обсудить такое? На днях действующий глава Мариэл Леонид Маркелов, исполняющий обязанности, ну действующий, да, исполняющий обязанности главы Мариэл Леонид Маркелов, встречался с жителями деревни Шимшурга, Звениковского района. Да, Шимшурга? Шимшурга, по-моему, да? Шимшурга, скорее всего. И произнес знаменательную речь, которую растиражировали, ну вот все абсолютно СМИ, и ролик на Ютьюбе просто просмотров набрал немеренное количество. Произнес великолепную совершенно фразу, напоминаю, накануне выборов, которые пройдут 14 сентября в Мариэл. Меня так плохо первый раз принимают, а там роптали люди, видимо, они со своими пришли жалобами какими-то, а он там ФАП открывает, фельдшеская, и дорогу к ФАПу. Да, и дорогу. У меня нигде так не было, чтобы ворчали, ворчали, рычали. Прям, знаешь, усами шевелит. Везде спасибо говорят. Наверное, мне стоит повернуться к вам тем местом, каким вы ко мне повернулись, да? Закрыть все и уехать, и дорогу раскопать. Не верите, что я раскопаю дорогу? И будете три года ждать. Ну, по-моему, он уже попал там в историю, да? Он, конечно, да, это совершенно ферминарная речь. А чем эта история вылится для него? Ну, во-первых, тут нужно понимать, извини, господи. А там, почему мы об этом говорим? Прости, прости, прости. Да, там сейчас выборы, да, да, актуализируем тему, потому что, во-первых, там у нас избираются два наших хороших знакомых кировских, да, кировчанам, да, то есть Сергей Мамаев и Черкасовкин. Они депутаты Госдумы, действующие от Кировской области. Да, от Кировской области. Они оба как бы кандидаты на должность главы. Они там конкуренты Маркелова. Они конкуренты Маркелова. Причем, вот по Мамаеву, я просто расскажу историю такую, она закрылась, история, к сожалению, но в последнюю субботу, когда была возможна, там была попытка опубликовать рейтинг, и она была пресечена правоохранительными органами. Вот по этому рейтингу, то, что я успел из него узнать, Мамаев даже опережал Маркелова. Так что было, было из-за чего нервничать. А это был еще до знаменательной речи. А здесь какая ситуация? Звениговский район, там находится великое хозяйство Звениговское. Это вотчина коммунистов Мариэл, которая главный финансист вот этой программой по всей компании. То есть директора Звениговского, Сергея Павлиныча, он финансирует очень сильно его компанию. И вот попадает Маркелов в логово врага с добрыми намерениями открыть ФАП и дорогу. Хотя, конечно, на кону выборов. Да, на кону выборов. Хотя, конечно, понимаешь, вот эти все феньки с ленточками, они, конечно, сильно власть опускают. Это его работа. Понимаешь, за что спасти? Тебе говорят спасибо за то, что на работу пришла. Тебе каждое утро сотрудники говорят, что спасибо, Света, что пришла на работу. А ты должна сказать, я вот, никто меня еще никогда так не встречал, тут роб, что-то там ворчат. Я сейчас как-то... Помернулся этим местом. Это всего лишь часть работы главы республики. Этих ФАПов должно быть много, везде и всюду, и всяких лет. Они почему-то считают, что им за это спасибо должны говорить. Или и другие вопросы. Тем более в Звениговском, где на самом деле очень много людей оппозиционно настроены. Так что эта история, она имеет свою как будто. Эта история имеет свою предысторию. И, конечно, я сейчас не знаю, потому что если брать в учет то даже тот результат вот рейтингового голосования. Зарезанного рейтинга. Зарезанного рейтинга, да, снятого с эфира. Я напоминаю, был рейтинг, который опубликовали за неделю до выборов в разрешенное время. И поэтому, согласно этому рейтингу, Сергей Мамаев опережал, опережал, да. Который там уже 11 лет правит. А вообще, конечно, выборы Мариэл, мне кажется, в отличие от наших последних выборов, они такие интересные. Там много всего происходит, вот именно таких эмоциональных вещей. Там задействованы какие-то люди, народные артисты, там все. Мы рассказывали в прошлой пятнице, в мужской пятнице. А еще тут тоже забавный, там же еще фигурирует, не знаю, лучший друг вашего, я станции Антон Долгиев. Да. Да, я не знаю. Я, к сожалению, не знаю. То есть, последняя фотография, он с перебинтованной рукой, значит, он законное требование предъявил территориальной избирательной комиссии, предоставить ему какие-либо документы. Ему отказались предоставлять эти документы. И, как написано в милицейской сводке, дверкой сейфа нанесли ему вот это вот увечье. То есть, я это понимаю так, он, видимо, решил эти документы взять сам, сунул руку в сейф, а владелец сейфа этот сейф закрыл и сказал, не суй. Так ли и начали, то есть, он получил травму, мне очень жаль Антона, он хороший парень и, наверное, ему очень больно. Но это вот все вместе, вот из этих выборов, да, делает такое какое-то веселое шоу, чего мы, к сожалению, на наших последних выборах были лишены. Хотел, тебе людей уменьшат, а ты... Нет, какая-то конкуренция есть, какие-то там, агитация какая-то идет, какие-то вот такие вот ролики появляются, понимаешь, жизнь. У нас было все сухо, скучно, казенное, всем было все ясно с самого начала. А там, похоже, еще ничего не ясно. Да ладно, но Маркелова переназначали столько раз, похоже, это выступление разве не свидетельство того, что он чувствует, ну, такую твердую почву под ногами? Ну, я думаю, что он здесь скорее, наоборот, нервничает. Если бы он чувствовал твердую почву под ногами, ему было бы все равно, каким местным к нему повернулся народ абсолютно. Он вообще бы не поехал в Зенеговске, чем он там был. Отправил бы зам, а то бы развел ленточку, и все бы закончилось. Чтобы не следовало ехать. Ну, вот. Раз он туда поехал, раз надо было появиться, потому что, скорее всего, там вообще были, в этих краях были плохие показатели, у него надо было как-то хоть нарисоваться и что-то сделать. А вот раз ты следишь, а ты не уследил, а комментировал как-то Сергей Мамаев вот это вот выступление своего конкурента? Я не видел комментарии от Сергея Мамаева. Я много комментариев видел, Мамаевского не видел. Может быть, лично он вот такого выступления. Представь себе, 14-го числа господина Маркелова переизберут. Нет, там было, когда он сказал, что меня везде благодарят. Из толпы, ты помнишь этот звук спасибо большое? Вот это вот, да? Это мы в конце же аплодисменты были, когда он сказал, что три года ждать будет. Мы тоже жиденькие такие. Но, мне кажется, все-таки люди там с чувством юмора в этом Зенеговском районе, да. Они, во-первых, ну, представь, это же тоже шок. Они такое не слыхали, не видали никогда. То есть, это такой-то вот уровень такого общения с народом, такого забытого, хрущевского, где-то может уровня, когда-то может снять. Кто же его знает? Это сейчас перед выборами все снимают. А как там Маркелов общался с народом, мы же с тобой не знаем. Не знаю. Там, вообще там так-то все у него происходит очень традиционно. Очень большой эфир на телевидении, очень много сюжетов по телевидению, очень много материала в газетах, в журналах, в прессе, в интернете. Там все традиционное. Вот так обычно первое лицо идет, там он без особых тревесков ведет работу. Ну, за исключением его помощника в Центральной Сберкоме, вот которого травмируют. Вот он на что рассчитывает, Сергей Павлович? Это надо у него спросить, на что он рассчитывает. Но, судя по всему, по крайней мере, придать этим выборам такую хотя бы иллюзию, такого соревновательности ему удалось. Так что за это, я думаю, Марийце скажет спасибо. Кстати, его очень поддерживают именно Марийские национальные организации. Все. А ты? А я в данном случае не житель Мариёны. Я, конечно, в душе украфин, да, это понятно, как многие из нас тоже, да. Но в данном случае это меня мало тревожит. Ну, если Станин Сергей Павлович, у нас как бы свой человек был в соседнем регионе. Опять же, неплохо. А, вон чего. А как же? Понятно. Это было особое мнение главного редактора журнала «Товар и деньги» «Товар» Николая Гуликова. Программу велась Светлана Заньковна. А с Николаем вы встретитесь еще в эфире в эту пятницу, традиционно, мужская пятница будет. И там что-то они с Владимиром Светанином представят нашему той же обсуждению. Ну что, до встречи. До встречи, до свидания. До свидания.